Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум, или же Александр, и сегодня мы с вами продолжим проходить игру под названием Battle Cats. Да-да, не удивляйтесь, это вторая серия за день, вы всё-таки уговорили и уломали меня записать ещё. Но ставили очень много лайков, написали кучу хороших комментариев, и я сломался под вашим натиском и записываю ещё одну серию, пускай это будет небольшой новогодний подарочек для вас. Просто я не хочу спамить котами, потому что мне кажется, что игра вам быстро надоест. В общем-то, именно из-за этого я снимаю её не так часто, как хотелось бы. Но если всё хорошо, если у вас и у меня хорошее настроение, почему бы не снять ещё одну серию? В общем-то, мы сегодня будем играть не в обычных котов, а будем проходить специальные уровни, на которые я почему-то никогда не обращал внимания. Оказывается, здесь есть определённые события, на которых можно заработать уникальных котов, которых нельзя заполучить больше нигде. Но для начала, естественно, давайте разберёмся с нашим котиком-исследователем, потому что он успешно вернулся с очередной миссией и принёс нам кучу добра, радости и сокровищ. И он прокачался! Посмотрите, теперь он реально выглядит, как какой-то исследователь. У него появилась палка и лупа. Ну понятно, для чего лупа. А для чего ему палка? Не совсем понятно. Но да ладно, давайте быстренько весь этот лог пролистаем. Быстрее, 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 быстрее. И посмотрим, что он принёс. Оу, две банки и 770 единиц опыта. Ну, не так уж много. Ладненько, надеюсь, с этого захода он принесёт нам больше всяких интересных штуковин. Вот не знаю, куда его отправить. Сюда, либо сюда. Либо... Вау, либо сюда. У нас теперь оказывается три местности. Ну, хорошо, появилась новая. Конечно, я попытаюсь её исследовать. Шаолинское какое-то королевство. Хорошо, отправляйся. Шесть часов на это тебе понадобится. Окей, ну а мы переходим к тем самым уникальным уровням. Где будут супер... Юниты. Супер-коты. И в первую очередь нужно заработать Пикатара. Мне очень много про него писали. Это чувак из PPAP. Все вы видели этот ролик, все вы его знаете. Он очень вирусным стал за последнее время. Правда, хайп его уже, конечно, сошёл на нет. Но, тем не менее, в игре появится юнит из этого клипа. Тот самый азиат странный. Хм, ну не знаю, получится ли пройти уровень или нет. Я попытаюсь. Возможно, повезёт. И у меня появится новый интересный боец. Было бы здорово. И уровень называется PPAP. Ну что ж, поехали. Вау, а почему он полностью белый? И с кем я тут буду сражаться? Где вражеская база? Вау, мне придётся убить его, чтобы подчинить своей воле, чтобы он сражался на моей стороне. Правда, я не знаю, хватит ли у меня на это сил. Возможно, этого чувака можно убить только имея очень мощных котов. Но здесь... Здесь, 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 здесь. Мне кажется, удача всё-таки будет на моей стороне. Давай, котярой. Не подведите меня, пожалуйста. Правда, не получится денег заработать за убийство, потому что враг всего лишь один. И... Вау, как же больно он бьёт. Вот, полегче, полегче. Все мои войны стали дороже, чем обычно. Почему? С чем это связано? Хм, ну давайте попробуем взять баффера. Он будет понижать ему урон. И тем самым он будет бить не так больно. Хм, сложно, 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 сложно. Мне нужно больше денег. Построим рыцаря. Рыцарь же эффективно сражается с большими чуваками. Поехали. Что-то мне становится страшно. Мне становится не по себе. Понижай ему урон, быстрее. Мы должны его победить. Я думаю, мы справимся. Оу, да уж, да уж. Да уж. Это очень серьёзный противник. Я не знаю, как я смогу его одолеть. Пускай атакует он не быстро. Но чёрт, у меня же денег немного. Строить котов в стен смысла нет, потому что они умирают с первого удара. И эти умирают с первого удара. А как же с ним бороться? Кого можно построить? Не, я даже не знаю. Кто у меня мощный? Кошаки? В коробке, либо с бандажом. Так, денег у меня в любом случае не хватает. Придётся немножко прокачать улучшения. Ладно, построю ещё одного рыцаря, чтобы он хоть немного сдерживал этого гиганта. Это сложно, друзья. Это очень сложно. Давайте используем пушку. Она его отбросит хоть чуть-чуть? Да, маленько отбросила. Теперь копим на какого-нибудь мощного котёнка. Или построить кота рыбу. Да, кот рыба достаточно бронированный. Я думаю, он хоть немного сможет сдержать этого гиганта. Пожалуйста, рыбка, 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 появляйся. Иначе с одного удара он, скорее всего, сломает мою базу. Поехали. Ну, я не знаю, сколько у него здоровья. Судя по урону, очень много. И одареть его не получится. У меня есть пять дней, чтобы я мог его убить и заполучить. Но я не знаю, друзья. Я не знаю. Смогу ли я за пять дней так быстро раскачаться, чтобы справиться с этим гигантом? С этим парнем. О, да. Пикатара его зовут, насколько я знаю, да? Блин, сложно, сложно, сложно. Нет? Хм. И как быть? Да, я немного ещё прокачаюсь. Время у меня есть. Пять дней. Поэтому, в общем-то, подождём. Потом я его уничтожу и смогу выиграть что-то. Пока давайте пройдём другие испытания. Вот у нас есть испытание под названием «Коты в снегу». Посмотрим, что это такое. О, стоит аж 100 энергии. Боюсь даже представить, что там у меня ждёт. А какие ещё испытания есть? Ага, чтобы получить эти испытания, нужно пройти первую локацию свою. Первый мир. Ладненько. Вот тут остался всего лишь один день. Давайте попробуем пройти. Джунгли какие-то. Ночь. Ночь. Это ночь. Ну хорошо, давайте посмотрим. Идёт снег и... В принципе, ничего такого особенного. Юниты не стали дороже стоить, чем обычно. Хотя нет, стали. Почему на испытаниях всё стало в полтора раза дороже? Эй, кто же здесь появится? Какой будет здесь босс? Мне интересно знать. Давайте построим ещё одну стену для сдерживания. Может быть, просто обычные враги стали мощнее и бронированнее. Но, судя по всему, да. Посмотрите, не получается их пробить. Хотя бы одного мы должны завалить. Пожалуйста. Так, у меня уже три стены. Построим теперь вот этих милых ребятушек. Бобосиков. Бобосиков. Бобовиков. Не знаю, как назвать. Они же бобы. Бабулики. Ладно, плевать. Просто не могу придумать подходящее слово. Нет, мы всё-таки с ними справляемся. Ну пока всё нормально. Построим одного бафера на всякий случай. Потому что, мне кажется, всё же появятся какие-нибудь серьёзные воины. И он мне пригодится. А дальше, наверное, я займусь производством. Ладно, улучшу один раз. Займусь производством котов помощнее. Вот, правда, глаза разбегаются. Не знаю, кого построить. Построю котят в коробке. Они всегда очень мощные и никогда меня не подводят. И они быстро справляются с большой армией противников. Вот этих обычных солдат. Они убивают с одного удара. А, не хватает же денег на них. Ёлки-палки. Лимиты. Здесь же лимиты. Вот в чём фишка испытаний. Они проходятся сложнее, чем обычные раунды. Так. Ну что ж, враг никого пока не высылает на борьбу со мной. Это странно. Это всегда меня очень сильно беспокоит. Машина с бригадой, с братвой подъехала. Давай. Начинаем ломать здание. Ага. А здание ещё и бронированнее, чем обычно. Интересно, интересно, интересно. Пушку пока я тратить не буду, потому что она может понадобиться мне, если вдруг кто-то появится. Но ломайте это здание уже быстрее. Хотя, смотрите, какоты в коробке, по-моему, по тысяче бьют. А, да, действительно по тысяче. Жёсткие пошли гориллы. Не, ну мы всё равно справимся. Главное добить здание. Главное добить здание. Если гориллы вдруг подойдут сюда, я использую лазер. И таким... Ааа, нет, гориллы тоже нихера не могут сделать. И таким способом я хотел сказать, оттолкну их. Но нет. Этот эвент пройден. Он оказался проще, чем я думал. Хорошо, что он не такой сложный, как PPAP. Здорово. Что мне за это дадут? 1200 опыта. Ой, 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 не туда пошло. Я случайно переключился на свои видосики. 1200 опыта и какую-нибудь награду, я надеюсь, смогу получить. Эм, а какой тогда смысл был в этом эвенте, если я ничего не получил за его прохождение? Хм, странно это как-то... Пи-пи-пи-пи-пи. А тут, может быть, описание какое-то есть? А-а-а, тут несколько раундов. Вот где собака зарыта, оказывается. Ну ладно, и двигаемся дальше. Хм. Хм. Вот оно что. То есть так просто эвент не проходится. Вау, 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 крольчатина. А ну-ка, подожди, подожди, не спеши. Жаль, что за эвент дают мало опыта и не получится нормально прокачивать своих воинов. Так, еще одна стена понадобится для сдерживания. И не получится прокачивать своих воинов, чтобы этот эвент пройти быстрее. Возможно, придется тратить свои банки, потому что я хочу этот эвент пройти. Хотя бы один эвент. Потому что по-любасу должны в конце дать какую-нибудь крутую награду. Еще одна стена. Пока я не смогу зарабатывать достаточное количество денег, ладно? Я буду спамить стенами, потому что никого больше, кроме стен, я построить не могу в данный момент. И на кого не хватает бабосиков. Еще одна прокачка. Угу, косарь. Буду сразу копить на котят в коробке. Они жесткие и эффективные, блин. А придется долго на них копить, однако-то. Ну, вроде мои стенки пока сдерживают. Хорошо, еще одна прокачка. Построю еще одну стенку. И все, теперь копим на улучшенных котят в коробочке. Замечательно. Мне они очень нравятся. Они очень бодрые, смелые, быстрые, мощные, красивые, модные, стильные. Ну, какие угодно. Можно подобрать слов для их описания. Ну, просто миллиард. Все подходит под них. Под описание. Под котов. Ну, вы поняли. Такс. Хорошо. Все пока здорово. Построим рыцаря для закрепления успеха. Еще одну стеночку. И дальше построю еще одну коробку с котятами. Жаль, что за этот эвент, за прохождение одного уровня у меня отнимается очень много энергии. Возможно, опять же, придется тратить энергию. Ой, тратить банки для покупки... Да что я несу вообще, блин. Тратить банки для покупки энергии. Вот так. Да, наконец-то я смог выговорить эту чертову фразу. Гориллы. Смотрите, что я умею. Ба-бах. Сразу гориллам становится бобо. Бобо-бобо-бобо-бобо. А горилл-то много. А горилл-то много. Но мы тоже не промах. Мы тоже не промах. Да мы тоже не промах-то. Вах-вах-вах. Что творят? Что творят эти сволочи-то? Так, одну гориллу убили. Здорово. Нам нужен... Нам нужен кот-рыба. Нам нужны коты-стенки. Нужно этих горилл прогонять отсюда. Нужно их сдерживать. Я уверен, что мы с ними справимся. Если не за этот заход, то потом... Да что ж вы творите-то? Пожалуйста, не надо. Жесть. Ха, жесть. Ребята мои, жесть, жесть, жесть. Не иначе. Вау. Вау, вау, вау. Хм, если бы юниты мои стоили подешевле, я бы справился. У меня не остается другого выбора, кроме как в честь Нового Года потратить еще немного банок. Так, не здесь. Вот здесь. Потрачу банки на покупку опыта. Сколько опыта я хочу купить? Куплю сразу, пожалуй, 120 тысяч. Хочется вот столько, но 120 тысяч, думаю, будет пока нормально. Эвент скоро закончится, я по любасу должен его пройти, потому что я не прощу себе, если он будет не пройден. Остался всего лишь один день, мы как-то должны справиться. Так, кого можно прокачать из моих котят? Нужно определенно точно кого-то прокачать. Хорошо. Специальные коты? Ммм, редкие коты. Что у нас в редких? Постоянно путаю специальных и редких. Здесь ничего. В супер редких у нас конькобежцы. Да, кстати, друзья, вы говорите, что конькобежцы это имба. Попробую их использовать в этом бою, потому что мне кажется, без них не обойтись. Далее мы прокачаем корову, раз начал прокачивать корову. Поехали. Докачаю ее до 10 уровня и теперь это жираф. Хм, надеюсь, он будет так же крут, как и остальные мои коты. Потом, наверное, стоит Титана кота купить. Ммм, давайте купим. Стоит всего лишь 8 тысяч опыта и мне кажется, он будет очень мощным. Ага. Пока непонятно, как он выглядит. Хорошо, значит, продолжаем вкачивать всех по порядку. Птицу вы тоже просили вкачать. Я это сделаю сейчас, но, к сожалению, не хватило чуть-чуть опыта. Окей, в любом случае, мне кажется, что-то хорошее у нас должно получиться. Этот эвент мы должны пройти. Блин, это дело чести. А здесь, подождите, до конца эвента вообще сколько осталось? 4 часа. Пятничный уровень. А что за пятничный уровень? Стоит 60 энергии. Да, трачу еду и пытаюсь пройти этот уровень. Хорошо, поехали. С тем у меня... Блин, забыл взять конькобежцев. Ой, дурак я, ой, дурак. С тем уровнем не получилось. Надеюсь, хотя бы здесь мне улыбнется удача. Ох, сколько всего они сразу выпускают. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же так? Так, одна прокачка и нужно копить на жирафа, наверное, сразу. Хотя придется построить несколько стен для сдерживания. В общем, по классической схеме работаем. Ничего не меняем. Как раз пока у меня хватит денег на жирафа. Но что-то мне подсказывает, что этот уровень я тоже быстро пройти не смогу. Слишком уж тут какие-то враги. Все сильные, их очень много. И с эвентами я не справляюсь. Мне стыдно просто, ребята. Обычные уровни мы проходим на раз-два, на ура. А здесь же какая-то дичь происходит. Мне больно смотреть на то, как убивают моих котят. Их просто мешают с грязью. Еще одна стена. Жираф. Надеюсь, жираф, ты все сделаешь и убьешь этого чувака. Но жираф все так же бегает быстро. Что он творит? Ху-ху-ху! Жираф! Полегче, полегче! Он просто машина для убийства. Как же быстро он атакует. Здоровье у него тоже, по всей видимости, нормально. Построю еще одного жирафа. Почему бы и нет? Ха! Ду-ду-ду-ду-ду! Теперь их двое. Они просто крошат противника. Они буквально вбивают его в землю и постоянно отталкивают. Ни один жираф пока еще не пострадал. Все нормально. Делаем еще. Да, это уже, наверное, не кота, а действительно только жираф. Хорошо. Надеюсь, со свинками они справятся. Да, справились. Может, стоит спамить жирафами. Так, прокачка нужна. Так, так, так. А жирафы-то реально сильные. Ха! Ну, надо делать разнообразие. Потому что я уже научен горьким опытом, что если строить столько одних котов, это приводит к поражению. Так, используем огонь. Пушка у меня перезарядится. И начинаем ломать здание. Бум-бум-бум-бум! Они это здание сейчас разложат просто на составляющие. На камушки маленькие раскрошат. Жирафы-то дикие. Реально это дикие создания. Ха! Подошел еще и рыцарь. Он поможет моим жирафам. Правда, они почему-то сейчас не атакуют свинью. Да уж, это не здорово. Нам нужны жирафы. Давайте еще одного построим. Больше я никого не вкачал. Птицу строить смысла нет, пока она не вкачанная. Бегемот. Ну, я понял. Сейчас будет бегемот. Хорошо, бегемота мы тоже убьем. Хотя бегемот сильно толкается. И куча свиней. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да-да-да-да ладно. Да что вы творите? Я что, даже этот эвент не смогу пройти? Я закупил себе энергию. И, блин, надо же как-то их убивать. Пока буду пытаться сдерживать стенкой, пока пушка не перезарядится. Как-то же, как-то же я должен что-то сделать. Ну-ка, жираф. Ай, дурак, я не нужно было жирафа строить. Он сейчас быстро погибнет здесь. От него толку особо не будет. Так, так, так. Главное сдержаться. Главное сдержаться. Купить, наверное, котят в коробке. Давай, давай, давай. Хватает. Хватает на котят в коробке. Поехали. Пожалуйста, ребятки, давайте не подведите меня. Оправдайте ожидания вашего хозяина, вашего батя. На вас вся надежда. Не зря же я вас вливал столько денег и столько сил. Можно построить бафера, но это не имеет никакого смысла. Еще одна банда котят. Ну, котята, котята, котята делают свое дело. Строим птицу, хорошо. Мы пройдем этот уровень, ребята. Благодаря котятам я вас готов просто всех взять в охапку. Всю вашу команду и просто расцеловать одним большим поцелуем. Спасибо, котятки. Ха-ха. Да, я знал, что вы меня не подведете. Вы меня никогда не подводите. Вы лучшие. Просто the best of the best. Best of the best of the best of the best. The best of the best. Забусы. Все здорово. Еще котятки, давайте. Больше котят, больше победы. Целая армия. Ну и, конечно, стенки тоже нужно строить. Эвент пройден. Вух. Да уж. И я получил кэт ЦПУ. И ради этого я потел. Ради этого я старался, чтобы получить кэт ЦПУ. Стоп. Ага. Здесь несколько, смотрите-ка, уровней. И мне кажется, если я пройду этот, следующий уровень будет сложным. Ну давайте пройдем. Ха. Блин, придется котят записывать почаще. Если вы хотите видеть чаще серии по котятам, пожалуйста, ребят, ставьте лайки. Я постараюсь записывать пораньше. Потому что видите, сколько здесь всего. Я хочу все это получить. Я хочу все это увидеть. Я хочу во все это поиграть. Блин. Так, со дна прокачка не повредит. И стенки. Бегемот пошел сразу. За счет этого будет сложно. Из-за того, что пошел бегемот, и сразу два бегемота. Может все же я не готов к таким испытаниям пока. Ладно, у меня есть стенки. Они вроде как хоть как-то сдерживают натиск. Но это совсем-совсем не то. Построю птицу. На птицу не хватает. На жирафа может. Рыцарь, а рыцарь. Я точно построю рыцаря. А рыцарь неплохо справляется. Но пока стенки. Стенки пускай блокируют. Нам нужен хотя бы один рыцарь. Давай. Мужик, пошел. Ох, бегемоты, бегемоты, бегемоты. Как вы мне дороги. Не знаю, что с вами делать, как с вами бороться. Что бы я ни предпринимал, всегда это безрезультатно. Пошли. Ну, рыцарь должен их поубивать. Мне кажется, рыцарь должен. Рыцарь тоже крутой. Рыцарь тоже мне нравится. Конечно, я люблю больше котят в коробке. Но рыцарь крут. И одного бегемота вроде бы я завалил. Это бегемота я завалил, надеюсь. Или не бегемота? Так, у нас уже два рыцаря. Но один из них может сейчас, к сожалению, отъехать. Мир иной. Надеюсь, нет. Жив. Да, рыцари бегемотов на раз-два валят. Спасибо, рыцари. Спасибо. Так, можно потратить деньги на улучшение. Потом построю еще одну бригаду рыцарей. И, наверное, имеет смысл копить деньги уже потихоньку на котят в коробке. Хотя, опять же, на них не хватает. Нужна прокачка. Стены. И рыцари. Стены. И рыцари. Стены. И рыцари. Залог успеха. Хорошая схема. Надо будет ее использовать в следующем бонусном уровне. Если, конечно, я успею сегодня это сделать. Не знаю, друзья. Что, сегодня еще одну серию, что ли, выкладывать по котам? Хе. Ну, это было бы совсем жестко. Три серии за день по одной и той же игре. Не знаю. Это... Кому это будет интересно? Хотя, если будет интересно, почему бы и нет? Новый год, каникулы. Все сидят дома, все свободные. Холодно. В такое позднее время ночью гулять. По улице. Поэтому, думаю, есть смысл посмотреть. Если вам заняться нечем. Так что пишите в комментарии. Может быть, третью серию сниму. Хе. Ну, это было бы очень жестко. Такс. О, король свин. Я так и знал, что так просто все это не закончится. О, что, что творит собака? Ну-ка, лазер. Лазер, лазер, лазер нам понадобится. Строим рыцарей, строим стены. Ну, рыцари... Охренеть, охренеть. Да ладно. Че ты творишь-то, собака ты? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да что ж ты будешь делать? Как его убить-то? Че это за чернуха-то? Блин. Даже не пытаясь, не получается его хоть немного сдержать. Не, ну это серьезно. Серьезно, серьезно. Очень серьезно. Не хватает просто ни на кого денег. Рыцари, давайте. Только рыцари могут что-то ему противопоставить. Но, блин. Я просто не успеваю заработать достаточное количество денег, чтобы его убить. Сложно, друзья. Сложно. По-любому нужно будет проходить обычные уровни, чтобы получать котов помощнее. Не, это просто дичь какая-то. Офигеть. Охренеть. Еще и белка прибежала, белая. Блин. Босс хп. 94 процента. Я ему снял каких-то жалких 6 процентов. Какие у меня должны быть коты, чтобы я его убил? Какие? 94 процента. Жестко. Ах, ладно. Может быть, конькобежцев нужно использовать? Действительно, я про них постоянно забываю и не нравятся они мне. Придется себя сломать и реально попробовать их. Ну, а пока на этом все, друзья. Я с вами был Перпетум или же Александр. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Всем удачи и всем пока. Будьте счастливы. Пока. И любите котов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok